Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Предполагаемый стрелок задержан. Полицейские допрашивают мужчину, который стрелял из пневматики по машинам. В Барнаульской гордуме 30 лет, как отпраздновали юбилей городского парламента. Спасти от огня в Барнауле проводят противопожарные субботники. В Алтайском крае появился штаб, который будет решать вопросы с твердыми коммунальными отходами. Такую структуру создадут во всех регионах России. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов. По его мнению, сглавлять подобные штабы по всей России должны будут губернаторы. В состав пойдут представители муниципалитетов со всей территории субъекта. Подобная мера по созданию отделений возникла в первую очередь для того, чтобы вопросы по ТКО в маленьких населенных пунктах решались проще. Штаб будет оценивать устойчивость региональных операторов по 10 критериям – обеспеченность местами для контейнеров и специальной техникой, а также обеспеченность края инфраструктуры для обращения с отходами производства и потребления. Сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка. Несколько дней назад в нашем эфире выходил сюжет о том, что во дворе многоквартирного дома на Антона Петрова неизвестный стрелял по автомобилям. А некоторые жители заверяют, что видели, как стрелок пытался попасть в животных. Сейчас с потенциальным нарушителем работают правоохранители. Стрелком оказался местный житель, мужчина 1981 года рождения, ранее судимый. Он доставлен в полицию для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет и пули к нему. А в квартире обнаружен бинокль. Как сообщали в МВД по краю, мужчина может быть причастен к стрельбе по автомобилям у многоэтажного дома на пресечении улиц Антона Петрова и Попова. Кризис людей и кризис идей. С какими проблемами столкнулись современные политические партии России? Почему с каждым годом участвовать в выборах и ходить на выборы предпочитают все меньше и меньше людей? На площадке сибирской медиагруппы состоялся круглый стол, на котором обсудили, в каком состоянии находится политическая сфера страны. Кризис людей и кризис идей – это реальность политической сферы страны и Алтая в частности, главным образом для оппозиции. Выборная кампания этого года на Алтае, масштабная в республике, где выбирали главу и местный парламент, и локальная в край с довыборами в АКЗС, показала укрепление правящей партии и ухудшение позиций всех остальных. Я хочу сказать, что люди сейчас не верят вообще никакой партии. Компании 2019 и 2024 триумфальны для «Единой России». Больше 80% мандатов во всех регионах России взяты представителями правящей партии. А вот оппозиция с каждым циклом теряет и сторонников, и депутатские кресла. Даже главная партия в противовес правящей – КПРФ – этой осенью выиграла всего 4 округа во всей стране, 3 из них в Мосгордуму. Эксперты считают, что оппозиционные партии перестали поднимать серьезные темы и потеряли в позиционировании. Они идут либо с обсуждением больших федеральных проблем – мигранты, либо скатываются в выборах до уровня «засыпем лужу, заасфальтируем дом». Партии перестали задавать повестку через образы будущего. В этом плане вот этот консенсус, партийный консенсус, который в 1922-м у нас начался, привел вот сейчас, в 1924-м, к тому, что образы партии размазались. «Хобит голосовать за тех, кто нам, извините, не тот, кто пообещал светлое будущее, а тот, кто заделал нам ям возле…» Дефицит новых лиц тоже снижает интерес к партии и не привлекает новых сторонников. И в будущем это может сказаться и на численности партии, и на сменяемости, и на выборной явке. Впрочем, Оксана Молодых, которая выдвигалась на довыборы в ОКЗС, наоборот, заметила интерес людей. Но на это есть причина. «Была достаточно позитивная реакция, и я была, честно говоря, этому как-то удивлена. Но потом как-то пришла такая мысль, что, возможно, это просто не общий какой-то выборный год, а дополнительные выборы, да, и люди не перегружены вот этой информацией о том, что вот выборы, приходите там все, я кандидат 1, 2, 3, 4, 5, 7». Также участники обсудили, что выборы стали чище, а формат ДЭГа, к которому все больше привыкают жители, придется признать и оппозиции. Людям действительно удобен такой способ голосования. И если партии хотят выжить, придется признать новые технологии. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком. В Барнаульской городской думе 30 лет. За минувшее десятилетие орган местного самоуправления внес весомый вклад в развитие краевой столицы. В честь юбилея в администрации города провели торжественное мероприятие. На нем побывала и наша съемочная группа. Начинаем торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Барнаульской городской думы. 30 лет Барнаульской гордуме. Так в городской администрации торжественно поздравляют депутатов, сенаторы, представители правительства Алтайского края, коллеги с краевого заксобрания и, конечно, глава администрации города. От всей души поздравляю вас с юбилеем, с днем рождения, 30 лет. Много это или мало? Ну это не мало, 30 лет уже пройдено. Это большая история, поэтому хотелось бы поблагодарить всех тех, кто начинал формировать Думу. 30 лет такой этап большой. Интегрировал ее в то время, в которое мы живем. Во время разное. Появляются новые законы, есть новые вызовы, которые перед нами ставят время. Первые выборы депутатов Барнаульской гордумы состоялись 13 марта и 24 апреля 1994 года. В состав первого созыва вошли 11 народных избранников. Сегодня в Думе трудится 40 депутатов восьмого созыва. Как подчеркивает Александр Романенко, председатель Алтайского парламента, за эти годы городские депутаты совместно с краевыми разработали и приняли более трех тысяч законов для края. Вы сегодня принимаете действительно мудрые, правильные решения для развития нашего города. Вы смело выступаете с законодательными инициативами не только по совершенству регионального, но и федерального законодательства. И я сегодня от имени своих коллег, депутатов Кривозаконодательного собрания, горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем, праздником, с днем рождения. Хотел бы пожелать, дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Председатель Гордумы Галина Буевич также поздравила коллег с этой юбилейной датой. Уважаемые депутаты, я бесконечно горда тем, что могу возглавлять вот такой профессиональный, очень ответственный общественный коллектив. Думаю, это место для очень больших дискуссий. Мы можем не соглашаться, мы представляем свои точки зрения, но у нас есть один принцип. В результате, результат должен быть один. Польза нашим горожанам. За достигнутые результаты и достойный вклад в развитие родного города депутатам торжественно вручили награды. Медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сквер воинской славы разрушается. Дедлайны по ремонту школы сорваны. Сточные трубы сильно засорены. Жители Каменского района на встрече с журналистами и общественниками рассказали о своих многочисленных бедах, которые местные власти решать не спешат. Валентина Аскерова продолжит тему. Удручающее состояние парка. Мемориал разрушается. Таблички с именами павших героев откалываются. От лавочек остался лишь скелет. Вот так выглядел сквер воинской славы в Камни-на-Аби еще на прошлой неделе. Журналисты и общественники, представители Народного фронта посетили священное место и ужаснулись. Требуется привести в порядок клумбы. Наверное, где-то подкрасить монументы, убрать сухостой. Но это место, которое не должно быть без ухода. После огласки сквер начали восстанавливать. Положительного эффекта удалось добиться и для жителей нескольких улиц Камни-на-Аби. Полгода люди страдали от подтоплений из-за забитых сточных труб. На днях трубы прочистили. Градус недовольства снизился. Администрация Каменская, половодельная техника. Все прочистили. Больше тонуть не будем. А пока напоминаем еще об одной проблеме каменцев, на которую обратили внимание общественники. Недостроенный лицейн номер два. Подрядчик сорвал дедлайн по капремонту. День икс по документам 25 августа. Но вот уже конец сентября, а дети до сих пор не сидят за партами родного лицея. Причина задержки – подрядчику катастрофически не хватило времени. То, что обычно строят два года, нужно было за один. Министерство просвещения проводило конкурс только на одногодичные школы. Мы решили рискнуть и пойти на одногодичный срок ремонта. В связи с тем, что либо у нас будет современная и красивая школа, либо не будет никакой школы. У нас тут пола просто не было. Была вообще просто катастрофическая школа, в катастрофическом состоянии была. Ее нужно строить два года по всем правилам, по всем канонам строительства. Чтобы сантехники не мешали электрикам, чтобы электрики не трогали, не знаю, там еще другое звено не отставали. На сегодняшний день, заверил подрядчик, выполнена львиная доля работ. Установлены окна, появился линолеум, подключено отопление. Остались отделочные работы. К Новому году, если, конечно, ничего не помешает, дети получат долгожданный подарок – современную школу. Валентина Аскерова, День с толком. Потемкинские деревни, то есть проекты, которые существуют лишь на бумаге, собираются ликвидировать в республике Алтай. Властям региона нужны крепкие инвесторы, которые быстро и качественно реализуют на территории туристические или инфраструктурные объекты. Так, на заседании институционной комиссии поднят вопрос о расторжении договоренностей с недобросовестными инвесторами. Подробнее далее. Всерьез взялись до недобросовестных инвесторов в республике Алтай. Так, под пристальным вниманием власти 30 гектар – одних из самых привлекательных земель региона, где три проекта замерли на начальной стадии. Это строительство автовокзального, санаторно-рекреационного, а также оздоровительного комплексов. Проект санаторно-рекреационный комплекс на берегу реки Катуль широким спектром оздоровительных программ. Для всей семьи в Маминском районе инициаторами является ООО «Форест Групп». Проекту предоставил региональное назначение в январе 2023 года. По инвестициям план по проекту составляет 600 миллионов рублей, в том числе план на 1 июля 2024 года почти 32 миллиона рублей. Фактически нам инвестор показал, что он освоил 62 миллиона рублей, но только на бумаге документально никак подтвердить он нам это обоснованно не мог. Порядка двух лет не ведутся работы по проекту строительства автовокзала. Объем инвестиций – 888 миллионов рублей. Для реализации предоставлено три земельных участка общей площадью 4,4 гектара. По факту разработку архитектурной концепции и проектно-сметной документации не начали. Инвестор, который пришел, накрыл землю в соответствии с статусом регионального назначения, получил землю. Они начинают торговать этим проектом. И цена на землю вырастает в геометрической прогрессии. Они не собираются ничего там строить. Самый амбициозный из заявленных – проект создания оздоровительного комплекса «Катунь» на 4,2 миллиарда. Строительные работы еще не начали. Из заявленного 251 рабочего места созданы 5. Республике нужны крепкие инвесторы, которые смогут действовать на короткой дистанции, быстро и качественно реализовывать проекты. В ходе заседания инвестиционной комиссии рекомендовано лишить статуса регионального значения три инвестиционных проекта. По каждому из случаев выявлены серьезные основания. Инвесторы отстают от заявленных графиков. Проекты фактически не реализуются. Подчеркну, что сейчас у нас 43 проекта, имеющих статус регионального значения. Также по 7 ранее было принято решение о прекращении статуса. В рамках работы комиссии мы осуществляем постоянный мониторинг и выявление недобросовестных инвесторов. В правительстве республики объявлен конкурс новых инвестпроектов. Уже заявлено 8 претендентов. Для экономического развития региона обсуждается внедрение инвестагентств, введение проектов под контролем, а также предварительная проверка как финансовой состоятельности, так и репутации соискателей. Сеня Цапко, Сергей Бертман. День с толком. Центральный, железнодорожный, Ленинский, Власиха, Затон, Лебяжья, практически весь Барнаула хватили противопожарные субботники. Цель таких мероприятий – уборка сухой растительности и мусора, которые могут стать источником пожара. Как проводят такие субботники, расскажем в следующем сюжете. Так жители Барнаула делают город более защищенным от возгораний. По всей краевой столице проводят противопожарные субботники. Это работа, связанная с тем, чтобы не допустить распространения ландшафтных пожаров, в первую очередь, и пожаров с той территории, где есть захламленные участки, на частный сектор и на другие объекты города. Субботники, которые мы будем проводить в осенний период, они в большей степени будут влиять на пожарную обстановку весной. Косят и убирают сухую траву, обрезают ветки деревьев, создают противопожарные полосы и вывозят мусор. В Барнауле таких субботников запланировали более чем на 20 крупных участках. Работы уже провели в Затоне, Лебяжем, части Ленточного бора, на некоторых улицах Власихе, Ганьбы и Новосиликатного. В Центральном районе занимаются преимущественно Нагорной частью города. Это улицы Лепедевского, 6-я Нагорная, Тихонова, проезд Канатный и береговая линия реки Барнаулки в поселке Кирово. Участвуют в субботнике у нас 300 человек или 14 организаций. Также привлечено три единицы техники, это у нас два самосвала и один погрузчик. То есть весь собранный мусор у нас будет вывезен на городской полигон по приему трудных коммунальных подходов. В субботниках принимают участие волонтеры, городские предприятия и организации, студенты учебных заведений, жители города. Призываем всех жителей города, предприятий, организаций присоединиться к противопожарным субботникам и снизить пожарную нагрузку наших домовладений, наших объектов. Добавим, весь октябрь в Барнауле будет проходить традиционный месячник осенней санитарной очистки и благоустройства. А общегородской субботник запланирован на 18 октября. Юлия Щепина, День с толком. Дизайнер из Алтайского края стала победительницей дизайн хакатона «Катюша» в Москве. Простыми словами, хакатон – это формат соревнования, где участники решают поставленную перед ними задачу за определенный срок. Так вот, наша героиня, которая очень близки, орнаменты к желе искала так называемый русский кот. Лошади, птицы, цветы – она ищет тот самый русский кот в росписи, а потом переносит это на одежду. Встраивает повседневные образы и не только в женские. Ольга Шашева – владелец отелей «Мечтай». Недавно Ольга стала победительницей престижного дизайн-конкурса «Катюша» в Москве. Мне интересны узоры, такие как Борецкая роспись, Городецкая роспись, Мезинская роспись. Очень интересные. У нас вообще очень богата русская культура вот такими орнаментами различными. Идея у меня воплотить вот такую коллекцию уже была давно. И здесь я узнаю о таком конкурсе, и как бы вот это появилась у меня возможность воплотить то, что было внутри, воплотить это в одежде и показать людям, и получить ответную реакцию. Оказалось, это интересно. Люди заказывают. Главное, говорит Ольга, получается практично, невызывающе. Она такая свободная, современная. Сейчас как раз модно у нас носить оверсайз, особенно летом, осенью. Достаточно удобно, все проветривается и интересный орнамент. Просят какой-то конкретный узор где-то вышить, где-то осуществить на одежде. Либо это какие-то домашние вещи, текстильный дизайн, какие-то скатерти, салфетки. Что-то, да, тоже очень интересно это смотрится, и людям это нравится. Профессии Ольга уже 30 лет. Всю жизнь работала на предприятиях легкой промышленности. Работала технологом, руководителем швейного предприятия. Но всегда мечтала раскрыть в себе художника и отшивать свои коллекции. Два года назад открыла ателье. Как начинающий предприниматель получила господдержку. Также с помощью центра «Мой бизнес» прошла обучение в программе и теперь знает, как продавать на маркетплейсах. Теперь еще есть возможность объединить свои усилия с другими мастерами. Теперь для них работает портал креативных индустрий «Мой креатив-22». Мы создали такой, можно сказать, уникальный для региона портал, где все наши креативные творческие индустрии собираются на одной площадке. И это возможность, во-первых, им посмотреть, кто рядом с ними, кто занимается тем же самым, делает те же изделия ручной работы, шьет одежду. И в том числе, возможно, найти себе партнеров. Кстати, в начале ноября в Барнауле пройдет форум «Мой креатив – мой бизнес». На этот раз он должен объединить более 300 креативных предпринимателей из Алтайского края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...